Что потянет одна солнечная панель? За электричество не плачу, даже в хумурую погоду. 280 ватт. Так поехали к делу. Сейчас строю дом, ремонт делаю в другом доме и сейчас заливаю конкретно канализационную трубу. Сейчас вам покажу, что да как работает. Что она тянет вообще? Смотрите, схема простая. Вот два аккумулятора параллельно друг к другу подключены. Ну короче, с этими проводами меня надурили, они еле четверка идут, и то крашеный, ну это алюминий и крашеный медью. Не знаю как это вообще возможно, но как видите, оно греется и в защиту уходит, отсекает. Провода я использую, начал четверку, но вот так вдвоение сложил, так как у меня других нет. И вот вместе выходит в тендеме восьмерка. Здесь та же история. На инверторе та же самая история, только тут гибкий кабель идет. Вот у нас, мы видим, на инвертор 2 идут. Вот это параллельно они подключены с аккумулятором. Это на контроллер идет 2,5. Желательно тоже все четверку или шестерку использовать. Здесь хуже вообще 1,5 идет. Греются, кстати, когда заряд аккумулятора идет. Вот схема нарисована, что куда подключать. Но я предпочитаю прям на клеммы кидать инвертор, не сюда подключать. Так, и, значит, аккумуляторы параллельно подключены. Инвертор у меня на 12 вольт, не чистый синус. И, тем не менее, запускает очень мощную аппаратуру. Полтора киловатта точно вот прям и работает. Смотрите, вот я сейчас счетчик подключаю, так как тут принципиально фаза 0 идет. Видите, счетчик у меня вот идет. Вот два провода. Покажу, что я наэкономил. Так, это сейчас у нас заряд такой идет от панели на аккумуляторы. Вот мы сейчас видим, что я наэкономил. 386 киловатт, 130 ватт, это 13, 130 ватт, нолик там, последнюю цифру не дорисовывают. Значит, у меня подключен сейчас сюда счетчик. Сюда я подключу бетономешалку. Вот кабель идет на бетономешалку сейчас. Я там в деле покажу все одним кадром. Вот я включаю сейчас сюда. Да? Вот счетчик сейчас не работает. Ну, как, включился, индикация есть, но лампочка не мигает. С нагрузки нет. Вот видите, вот этот провод, вот он. Этот провод, вот он, он пошел. Бетономешалки. Вот он. Вот уже раствор мешаю. Сейчас допустил бетономешалку. Вот иду по проводу назад. Щетчик начал мигать. Вот у нас просадка пошла. Ну, потому что нагрузка просаживаться может там спокойно до 11,2, можно даже 10,9. Но это на просадку, то есть это нельзя, когда уже разряжен так аккумулятор. Причем я же сказал, что погодка у нас достаточно хмурая. Сейчас 5,5 ампера идет на заряд. Провода не греются, потому что усилил. Вообще, суть солнечной панели заряжать аккумуляторы. Но так как, когда много солнца, может быть от этой панели 10,5 ампера она дает, то вы используете уже и шаровую энергию, и параллельно заряжаются аккумуляторы. То есть, видите, я сейчас долго не выключаю, бетономешалка вот стоит. И, видите, все фурычит, все функционирует полноценно. Вон, ваты, видите, было 130, теперь 140. Накручивается. Я наэкономил прилично. Это я фиксирую работу сейчас вот этой малой солнечной панели, так как у меня еще есть более побольше. Я сейчас вам покажу и суммы назову, что, сколько можно вообще купить и сколько приобрести. Единственное, провода покупайте качественные в проверенных местах. Будьте очень осторожны и аккуратны. Не покупайте вот такую фигню. Потому что, если его разрезать, там, плоскогубцами, да, то видно, что это, блин, просто крашеный. Видно, что алюминий. Изоляции той, блин, больше. Как видите, все продолжает фурычить, провода. Ну, блин, я, короче, что тут говорить. Давно уже так работаю. И раствор мешаю, вы могли видеть мои видео. Волгарки, перфораторы. И вообще, когда нету энергии, ну, электричества вообще нету. Не используют же генератор. Кто-то часто пишет, блин, генератор может заряжать аккумулятор. 10 часов надо, если вот аккумулятор разряжен ноль, потому что я еще по вечерам работаю, когда солнца нет. Потому что, я не знаю, там, к примеру, вот я сейчас выключу бетономешалку. Вот я выключил, да. Сейчас я там поработаю, повыбрасываю раствор. Тут быстро поднимется, ну, до 14,7 и заряд себе пойдет. То есть, они не так уж-то и сильно разряжаются. Вот я сейчас... Кстати, да, счетчик, вот видите, их тоже выключился. Вот, все это же сеть, чтобы никто потом не писал. Видите, ничего не включается. То есть, аккумуляторы самые простейшие, самые дешевые. А пусковой ток всего у них 500, да, ампер часов 62. Да, когда вы сильно их эксплуатируете, единственное, надо часто воду доливать дистиллированную. На многих аккумуляторах написано уровень минимальный, вот написано, и максимально дистиллированной воды. Да, ну, то есть, предельно все понятно. Это вытяжки, которые идет заряд. Судой вот выходят газы вредные. То есть, это в помещении нельзя заряжать, потому что это вредно. Ну, разряжать их можно, когда сама солнечная панель отключена. Кстати, многие знакомые уже на балконе солнечные панели держат. Ну, а в свободное время розетку включаю, бесперебойник заряжаю, там, аккумуляторы, там, в убежище забираю, там, ну, чтобы телевизор посмотреть, интернет был такой. Ах, да, ну, вы видите, нагрузка растет, поднимается. То есть, снизились даже амперы. Потому что, когда здесь по нулям будет, уже, значит, аккумулятор заряжен. То есть, когда уже емкость заполняется, снижается потребление ампер. Вот есть на 450 ватт солнечная панель. Тут более мощный кабель использую. В дом идет, в общем, сразу можно 4 аккумулятора. В общем, можно там их и 5, и 6 заряжать. Это 4 тянет аккумулятора на заряд. Вот, от этой панели. Да, погодка, конечно, я же говорю, что больше 5 ампер она не даст сегодня. Вот такая вот солнечная панель идет. И двор освещается ночью, и Wi-Fi, все, все полностью функционирует от нее. Да, там, единственное, что нужно... Ну, я, кстати, показал способ, как экономить, не от электричества, в общем, плиту включать. Ну, можете перейти, у меня видео посмотрите. Я, кстати, ссылку оставлю в шапке профиля. Посмотрите видео. Ну, вот такую солнечную панель можно купить за 110 евро. Если поштучно брать, там, ну, 100 евро где-то. Можно, можно найти. Солнечко пытается пробиться к нам. В общем, за 110, за 100 евро можно купить. Вот, значит, такую где-то за 35, до 50 евро. А можно за 35 именно взять, если брать, там, от 6 штук. За штуку за 35 придется платить. Если поштучно 6 штук сразу брать, то за штуку вам придется заплатить где-то 80 евро, если сразу 6 штук брать. Так, ну, вы видите, уже 13,8. Солнышко вылезло, да, больше ампер дало. В общем, вот показатели. Я ни в коем случае не рекламирую эти контроллеры вообще. Я просто показываю ту информацию, которую я проверил. У меня автомат защиты, кстати, стоит на солнечной панели. Вот, раз, выключил. Сейчас снизится тут. Инверторы ничего не советуют. Но суть такой приблуды заключается в том, что вы заряжаете от одной солнечной панели себе аккумуляторы. А здесь уже выбирайте, какой у вас будет инвертор работать. Можно ставить более мощнее, там, вообще, на 2-3 киловатта. И ваша задача, это заряжать аккумулятор. Ну, может, 4 аккумулятора. Это какие-то свинцовые, да. Ну, конечно, литиевые аккумуляторы классные, быстрее заряжаются, там, отдача лучше, емкость лучше. Но они еще, кстати, неплохо горят, и их потушить потом нереально, пока они полностью не перегорят. Я вам так скажу. Я думаю, много из вас это кто понимает. Так, ну, а сейчас я включаю. Нагрузочка сейчас пойдет. В общем, согласен, литиевые, конечно, круто для работы, но нужно все правила техники безопасности соблюдать. Вот. Эта станция, она очень экономная, выгодная. Такую вот можно купить, не знаю, за долларов 30 такую можно купить. Можно дешевле найти на 30 ампер. Для дома у меня идет на 40 ампер. Кстати, для входа для телефона есть, всегда работают активно. Вне зависимости, включен у вас аппарат или выключен, вы будете всегда заряжать, пока тут не отключите ваши аккумуляторы. Задача зарядить аккумуляторы и от инвертора уже дать их весь потенциал и взять энергию от солнечной панели. Здесь вообще, на самом деле, этот инвертор, он на постоянную работу, вот прям сутками, 300 ватт, 350 это максимум, и то не советую. Проверенный, уже годами проверенный, у меня он не один, вы могли видеть, в особенности тех, кто на меня давно подписан. В общем, друзья, подпишитесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Есть телеграм, где бесплатная подписка, бесплатный совет, можно получить от мастеров, доверяйте, но проверяйте. Ну и на прощание хочу снова бетонную мешалочку включить. Вот у нас счетчик, запускается. И вот так вот я... Старовой энергией, сколько он раствора сделал, и сколько еще сделаю. Ну, вчера, и вообще полтора куба сделал. Ну, вчера, соответственно, день такой был солнечный вообще, ни единой тучки не было. Круто. В общем, да, инвертор используйте качественный, используйте качественные провода. Но я показываю лишь только то, что я прошел. Спасибо вам большое за просмотр, пишите ваши комментарии, и задавайтесь ваши вопросы. По поводу телеграма, друзья, там очень много полезной информации, вправду. Доверяйте, но проверяйте. Соблюдайте условия группы, не ругаемся матом, не оскорбляем никого, не обсуждаем религию и политику. Спасибо. Спасибо.